Всем привет! У нас сегодня детский карнавал, то есть бал. Мальчики будут рыцарями. Мама нарядилась, чтобы подходить к детям. Кольчуга такая, типа, туфли нам необычная. Ну, это детские праздники. Просто хотела хоть чуть-чуть соответствовать. Всё, поехали. Захар сегодня король. Да, зайчик? Да, Захар. Покажите на мне. А где... Мань тебя выглядывает. Захар, а где твоя шапка? Вот она. Да, идём. А вот Захар. Боже, а вот Игнат. Он тоже рыцарь сегодня. Игнат. 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 Мы пережили этот детский праздник. Очень много танцев, и вообще деткам очень сильно понравилось. Теперь мы приехали посидеть. Простите, я приехала. Мы приехали посидеть с семьёй, выпить кофе, что-то покушать. У нас открылась такое кофе, и наше колготки и обувь после детского праздника. Это, конечно, для того. Здесь есть такая стена, где каждый день пишут, что можно купить на ланч. По специальной цене, и мальчики сейчас будут рисовать, потому что уже после пяти неактуально. Очень часто в Крахове можно встретить такие вот разные украшения, декор. Здесь, видите, такие мешки из-под кофе, в которых они приезжают из разных стран. Вот. И муж, отойди, муж. Спасибо. Ну и дальше так вот. Кафе из палет сделаны вот эти вот сиденья. Это тоже очень модно сейчас здесь. Вот это я понимаю по-мужски. Бургер. Я говорила, что они сейчас очень очень модные. Папа купил очередное Олега. Это уже, по-моему, перебор. И у меня кашотто. С тыквой, по-моему, здесь мята есть. Тыквенные семечки. Кашотто, ну то есть здесь пшеничная каша. Или перловая, наверное, так. И горошек, как видите. Очень вкусно. Я уже ела в каком-то таком сырном соусе. Улями. Ну что, девчонки. Весна, время перемен. Сори за мой голос. Просто, знаете, как насморк не проходит через несколько дней. Я лечусь, можно сказать, натуральными разными средствами. Поэтому, извините, скоро все пройдет. Но, несмотря на это все, я решила пойти к парикмахеру и обрезать волосы. И, вы знаете, я посмотрела свои старые видео. Вообще захотелось просто изменить себя, вернуться к тому, какой я была. То есть я сейчас занимаюсь вплотную своей фигурой. То есть немножко меня выбило из колеи вот эта простуда. Но давайте покажу вам наряд, потом поговорим. Такой свитер на мне, видите, я его зашила. И очень даже прикольный, по-моему. Такие брючки у меня из Зары. И вот эта новинка. Я их купила вообще за какую-то смешную цену в магазине Казар. Вот такой у меня сегодня легкий макияж. Захотелось чего-то свежего. И я, конечно же, смотрю других блогеров. И они тоже меня вдохновляют на какие-то перемены. И я заметила в своих старых видео, что волосы у меня стали очень тонкими. И я вижу, что сейчас они отрастают. Особенно это видно вот здесь, возле шеи. И когда я завязываю волосы, постоянно какие-то антенки, мне приходится их приглаживать. Вот. Это говорит о том, что после беременности я потеряла много волос. И они отрастают. То есть уже где-то вот столько новых. Выглядит это странно сейчас. То есть по всей голове вот такой длины новые волосы. Вот, девчонки. А на концах они очень тонкие. И вообще... Я вообще не считаю, что у меня какие-то суперкрасивые волосы. Нечего жалеть. Это все-таки не зубы. Так что я думаю, что я сегодня довольно много обрежу. Посмотрим. Я в предвкушении. Потому что я давно уже хотела. И меня как-то даже мама к этому немного подтолкнула. Потому что даже, девчонки, посмотрите. На фоне других девушек я смотрюсь какой-то немножко такой простушкой. Но это мне так кажется. Это мои какие-то ощущения. Я себя так чувствую. Мне хочется добавить какого-то... Не знаю. Какой-то современности. Короче. Возможно, я буду плакать через две минуты и говорить, что зачем я согласилась. Но сейчас надеваю пальто и буду бежать. Я сегодня какая-то такая слегка тетя мочила. Мне кажется. Официально прям выгляжу. Обрезала я волосы. Меня как-то переубедила парикмахер. Я хочу посмотреть, как они будут себя вести. То есть, если я буду тратить слишком много времени на то, чтобы их уложить каждый день, то, скорее всего, это не для меня. Но посмотрим. Возможно, через месяц еще обрежу вот на столичком. Тогда будет еще интереснее смотреться. А вообще, ну, конечно, мне полегчало. И теперь волосы смогут расти без проблем. Парикмахер посмотрела мои волосы и сказала, что действительно по всей голове растут волосы приблизительно такой длины, как я вам говорила. Вот видите, они такие тоненькие, не обломанные. Ну, вот это та длина, которая отрастает после второй беременности. То есть, около пятого-четвертого месяца начинают выпадать волосы. Это нормальный процесс. Но у меня был серьезный стресс. Я вам говорила об этом. Поэтому у меня сразу реагируют волосы, ресницы, все на свете. Вот. Сейчас я купила два пончика. Потому что у нас, как это называется, жирный четверг. То есть, в среду, через неделю, начинается пост в Польше. И 40 дней надо себя жестко ограничивать, потому что через 40 дней потом будут праздники. Пасха будет. Вот. Так что последние дни, чтобы наесться. Конечно, все это условно. Если человек не ходит на все службы, это называется в Польше, Мша, наверное, будут антифаны. Затем? Эй, ты где освещение? Стою просто, чтобы у меня солнце не светило. И девчонки, не надо жалеть волосы. Боже мой. Тем более, если они в таком состоянии, как у меня сейчас. Ну, то есть, после беременности, они никак не могут прийти в себя. Поэтому пусть себе спокойно отрастают. И, наверное, у меня будут длинные волосы только чуть позже. Пока путь будет так. Я недавно на ebay купила себе вот такой биби-крем от марки Миша. Оттенок 23. Хорошо подстраивается, но он далеко не светлый. То есть, сейчас он у меня на коже. И, в принципе, неплохо. Честно говоря, он мне очень понравился. Но я еще его потестирую. Потом вам уже скажу. Потому что, девчонки, его вообще не видно на коже. Он настолько классно как-то сливается с лицом. Вообще его не видно. Но стойкий. Довольно стойкий. И мне хотелось чуть больше увлажнения. Ну, потом посмотрим. Вот этот тушь, которую я использую уже сколько? Недели три, наверное. Люкс-визаж киллер. Собственно говоря, для этого я включила сейчас камеру. Потому что спустя сколько? Года два, наверное. Я снова достала свой бронзер от Flormar. Это оттенок P-115. Первый такой мой идеальный. И до сих пор считаю, что он просто какой-то космический. У меня рука не поднимается его выбросить. Честно говоря, и все уже, видите, крышечка разваливается. Особо не закрывается. Но сейчас им пользуюсь палеткой от Han. А вот это тоже одни из самых любимых румян, которые я купила в MAC очень давно. Еще в инстаграме даже есть пост. Несколько лет тому назад я до сих пор обожаю это румяна. Уэлл-брест. Консилер показывала вам в инстаграм. А это приехала какая-то новинка. От Клиник с витамином С. Я понятия не имею, что это такое. Какая-то недельная система ухода. И написано, что это какая-то пудра. Или я что-то не поняла. В общем, не знаю. Но я обожаю витамин С. Спасибо, Клиник. Я буду пробовать. Я обойдусь, короче. Девчонки. Давайте как-то вместе друг друга мотивировать. Пожалуй, пойду съем ложку своего орехового масла и успокоюсь. Потому что не хочется мне иметь слишком широкие бедра. Сейчас буду кушать свой обед. Я все-таки не съела пончики. Девчонки, и теперь вы понимаете, почему я не снимаю футбуки. Потому что мне просто хочется готовить что-то очень легкое. Не заморачиваться. И только деткам иногда что-то из того, что они любят. Но футбуки тоже будут. Тут только чуть позже, когда у меня появится вдохновение доснять какие-то рецепты. Я буду есть рис. Просто тот, который я нашла у меня дома. Все овощи у меня здесь. Авокадо. Потом что? Вот это Игнаша очень любит. Это листья. Сельдерея. Помидоры черри. Чуть перца. И хумус. Мне такое очень нравится. Знаете, когда человек болеет, то вообще не хочется есть какие-то котлеты. Там вообще что-то такое. Ну и что-то такое, поэтому буду кушать. Спасли ослика, Захар! Мы едем на зебри. Настоящее детское счастье. Не такая-то мама. Не такой мама и пончик распомещается на зебру с ребенком. Так, Игнаша, что-то мы с тобой не туда заехали. А теперь держись, Игнаша. Едем. Захар, что случилось? Захар, что случилось? Ошелы спады за дюли. Можем его слапать. За ним го залеет лава. Ага, Захарчик. Так какую службу надо вызывать? Так, мы продолжаем ехать. Ослик упал в какую-то яму. Надо его скорее вытянуть, пока его не залила лава. Так сказал. Захар, а ты какая служба? Пожарная или кто ты? Захар! Доставай скорее. Игнаша, ты тоже будешь пожарным. Иди доставай скорее. О, нет! Скорее доставай его, я буду держать тут канат. Игнаш, держи крепко. Сейчас тебя туда тоже запихну. Ослик, есть у вас в руках? Держите его, чтобы ему не было страшно. А куда вы пульт делали от этого? Не плачет. От кондиционера. Не плачет? Давай, я бедный пылесос. Снимай, снимай. Достаю тебя. Это будет наш канат. Малой, хватайся, говори. Малой, снимай, снимай. Настя живет в таком районе, который называется Тарасы Вишланы, то есть находятся они рядом с Вислой, недалеко от района Казимеш. Это старая часть Кракова, я вам рассказывала, еврейская. Вот так выглядят дома. Здесь очень много разных. Ну как много? Не маленькая эта. Ощедло называется по-польски. И здесь квартиры стоят, не знаю, сколько точно стоит, если покупают, но если снимать, где-то от двух, двести и выше. То есть по двести, по-моему, однокомнатная стоит. И такая же цена, к примеру, в районе Ручай, ну и в более таких современных. Здесь довольно много парковочных мест. И польских злотых, понятное дело. У нас курс доллара около четырех, если я не ошибаюсь. Так что можете себе представить, сколько стоит аренда в Кракове. Довольно дорого. Прохожий парень на меня так посмотрел, как на шизофреничку какую-то. Вы заметили, что здесь никто не затекляет балконы, потому что они относятся к балкону как к террасе немножко, как к месту для отдыха, а не для того, чтобы хранить там какие-то банки. Ну, в крайнем случае стоит велосипед. В основном у всех есть цветы, какие-то лежаки или просто сиденья, столики, какие-то стулья. Садится батарейка, как назло. Смотрите, какое солнышко у нас классное сегодня. Вот так. Мы с подружкой ходили-ходили и выбрали цвет от кафе. Ой, тут так прикольно. Скорее, это вот такая кофейня. Вот. Прикольное оформление в кафе, я бы сказала. Все так уютно. С душой. Мы здесь приземлились. Что, кто сидит? Там? Кшенушка. Кшенушка? Да. Отварка. Ага. Ага, ну, жуцалки. Ага, ну, жуцалки, мденьки. Тут молодой человек подсказывает посмотреть столько всего. И мне кажется, что это не под старину, а по-настоящему. Размерить, понимаешь. Деньги. Понимаешь, что молодой человек здесь уже не впервые. О, нифига себе, класс. Я обожаю такие вещи. Очень уютно. Не буду снимать людей, чтобы никого не смущать. Типа дома. Ну, уютная Краков, что вам сказать. Все прикольно очень. Подвешено люстра. Гитара. А вот молодой человек. Девчонки, походу, делаю из Украины, тоже рядом сидят. Ну вот. Это же вам не просто так. Здесь кофе прилагается цитата. Вот почему так называется. Мне сказали сегодня, если у тебя обычные таланты, это реально обо мне. Но не обычная выносливость, ты можешь достичь всего. Я согласна. Вот, класс. На такой позитивной ноте я буду заканчивать свой двухнедельный влог. Будем пить кофе, может, еще что-то. Очень уютно. И название, по-моему, говорила. Кафе. Прикольное очень. Все, пока-пока. Прикольное.